всем привет гуляю с девчонками сегодня одна выявили тоже спустя двое суток потому что все не получалось выводить то в город срочно надо было ездить то дома дела в общем пилили ветки рвали траву им вот и получается рано очень вышло я никогда так рано еще с козами не выходила 8 утра я вышла гуляю всего 40 минут час данный момент буду гулять около 2 часов это часов до 10 получается такая вот зеленка красивая стоит но она коротенькая хотя здесь вот вроде бы влага почему говорю влага потому что получается травка я сейчас косе ну как бы срезала курочкам она мокроватая вот остальные козы и козлы остались дома стоят на летнике козлы вообще в сарае пока потому что их их летник занят ненужными ветками надо перепилить будет и сжечь потом уже козлов выпустить вот так что стою вот смотрю и думаю тяжеловато однако на душе так девчонки вы мне сейчас тут свалите нет 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 панта иди ты тут поставила нет чё чё игрушка нет это вот у вас вот внизу есть вот поставила курям ведерко тут нами набрала немного травки значит какие изменения в курятники у нас еще хочу сказать в данный момент все таки муж сделал гнездо такое чтобы яйцо скатывалась и куры его не трогали в общем результат хороший вчера две курочки снеслись и яйцо получилось как бы как говорится у нас в руках а то мы вообще не успевали зайдешь а уже сырое гнездо в общем куры тут же склёвывали что я только не даю нельзя фанта так и норовят смотрите так что у куриц теперь хорошая гнездышко и у них не получается съедать яйцо я очень этому рада вот у белочки растет животик в данный момент ей доходит уже получается три месяца да уже три месяца май июнь остался и все она будет у нас катиться а коту не будет вкусная игрушка игрушечка ну господи а рогов то нету дорогая убрала ей ей фанти и арти у нас была без она у нас камолая родилась артюшка еще в данный момент козы стоят на продаже козлята подростки козы и конце концов приходили люди и просят совсем за копейку на мясо я вот верите меня аж просто зла не хватает я все понимаю козы после зимы худые но если коза стоит в пол цены чем она продается реально а им надо за три тысячи ну в край за четыре тысячи это это они редко предлагают они предлагают вообще за две с половиной тысячи одну козу на мясо забрать в общем я не выдержала конечно не послала куда подальше игрушка а ты где испачкалась он еще где-то уже здесь на колени встала и все и мокрые колени и грязные потому что земля сыроватая вот и я сказала не буду я больше нервы себе трепать конкретная цена сразу буду писать что окончательная такая какая стоит на продаже нет значит и адреса даже не дам что реально люди выводят из себя и очень обидно когда их растишь вот так вот лелеешь а конце концов кому-то надо вообще просто за копейку съесть и забыть в принципе не знаю козлов то я спокойно мы уберем это не проблема двух которые подростки а вот козочек к сожалению я никак не решаюсь чтобы куда исчезли все арте фанта спрятались туда ворык в общем козочек я не решаюсь никак скушать вот у меня такой бзик и самого начала то что козы ну косы именно которых я вырастила за которыми я ухаживаю я не могу их есть мясо ну поживем увидим потому что нам убирать очень много около 10 голов это получается и с подростками к сожалению растила я год подростков думала что покрою там козлята будут то все но нет получается так что нам приходится экстренно все убирать кроме воды вот грубо говоря 4 4 козочек я здесь еще сюда не беру пуджу хотя бы на хотя надо чтобы она немножко восстанавливалась до осени и может быть все таки козла попросит белочка у меня как я и сказала у нее а код в июне но она у меня стоит на продаже если повезет то поедет в хозяйство где принесет козлят и будет радовать людей как то так ну а я буду закругляться всем спасибо за просмотр огромная просьба вам не тяжело а мне приятно поставить класс и маленький комментарий оставить это очень приятно для меня то что я с людьми общаюсь отвечаю на комментарии вот и я знаю что кому-то мои ролики нравятся ну а всем пока пока 4 триммера живых и триммер не нужен до игрушечка вот все подкосили все кори коротко и ясно все прям подчистую подгрызают вот кстати на по поводу бумажек вот я их не убираю вот они ходят возле газеты спокойно если даже газету прицепит зажует это не страшно а вот если целлофан какой зажует это уже страшно будет сразу рубец через какое-то время встанет триммеры так вам вкусно и и Продолжение следует...